Данный материал содержит элементы рекламы. Молдова вошла в топ-20 самых зависимых от денежных переводов стран мира. В 2021 году молдаване, работающие за границей, отправили домой 1,6 миллиарда долларов, что на почти 8,5% больше, чем в 2020 году. Таким образом, более 25% общего дохода граждан Молдовы – это денежные переводы. И это только по официальным данным. Власти уже более 10 лет пытаются привлечь деньги молдавских мигрантов для инвестиций, но безуспешно. Ребята, вы только представьте, четверть доходов граждан нашей страны. Только 1,72% денег, отправляемых домой с 2010 по 2021 год, были вложены в бизнес. По данным Международной организации по миграции, более 237 тысяч молдавских семей получают деньги от родственников, работающих за границей. И почти половина из них полностью зависит от денежных переводов. Половина полностью зависит. В настоящее время, напомним, более 1 миллиона граждан Республики Молдова находятся и зарабатывают за границей. Ну что, далее поговорим о еще более важных вещах. Куда же без этого? Коротко отдать сегодняшний. Ну что, и о еще более важных вещах. Сегодня, 28 февраля, отмечается день рождения Фейсбука. В 2010 году это событие отметили впервые. Праздник был создан по инициативе группы пользователей этого сайта для борьбы с зависимостью от социальных сетей и все более навязчивой рекламы. Как будет правильно отметить это событие? Ну, конечно же, постараться ограничить себя от пользования интернетом и, в частности, Фейсбуком. А, кстати, я же сказал день рождения Фейсбука, да? Ну, немножечко перепутал. День без Фейсбука. Ага. Ну, такая... Малость. Это для того, чтобы, видимо, не праздновать этот день, избегая сидения в социальной сеточке, да? Социальные сети? Что это? Ни разу не слышал. В общем, чем еще примечательно сегодняшний день, об этом расскажем далее. День общественного сна или День сна в общественных местах отмечается сегодня. Организаторы мероприятий, приуроченных к этому необычному празднику, предлагают самый простой способ его отметить. Взремнуть в общественном месте или на природе хотя бы ненадолго, дав организму возможность восстановить силы, произведя подобие перезагрузки. 28 февраля в США проводят День флориста или День цветочного дизайна. День флориста – идеальный день, чтобы создавать цветочные композиции. А также полюбоваться творениями других. Цветы любимы всеми, особенно дамами. Поэтому вполне уместно, что есть день, когда можно оценить креативность и художественные достоинства цветочных композиций. День цветочного дизайна был создан, чтобы почтить Карла Риттнера, пионера образования в области искусства создания цветочных композиций. Сегодня также празднуется Всемирный день портного. Событие отмечается во всем мире многими комитетами, обществами и ассоциациями вознаменования годовщины рождения Сэра Уильяма Элиаса Хоу, изобретателя швейной машины. Как отметить этот день? Конечно же, поздравить всех знакомых портных с их профессиональным праздником и поблагодарить за их упорный и очень важный труд. В Дубае открыли музей будущего. Ты только вдумайся, в Дубае, который сам как город будущего, открыли и музей будущего. Я вот как раз об этом и хотел сказать. Интересно, что уж там. Красота. Здание это уже считается архитектурным чудом и завоевало мировое признание. Так, в 2021 году оно вошло в список 14 самых красивых музеев планеты по версии журнала National Geographic. Его отметили за ошеломляющие дизайны и передовые технологические инновации. Корпус из нержавеющей стали украшен цитатами арабской каллиграфии. Одна из них звучит так. Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь. Ой, так будущее... И также у тех, у кого есть нефтяные деньги. Ну да, это тоже. Идем дальше. Внутри музея уже находится выставка технологий. Экспонаты музея представляют мир за пределами человеческих знаний. А именно на пяти различных экспозициях, посвященных будущему космических путешествий и космосу, жизнь, изменению климата и экологии, здоровью и духовности. Семиэтажное здание занимает площадь в 30 тысяч квадратных километров, достигает высоты 77 метров. Фасад здания, занимающий более 17 тысяч квадратных метров, украшен 14 тысячами метров арабской каллиграфии. Его разработал эмиратский художник Матар Бин Лахедж. 1024 плиты фасада изготовлены роботами. Огромное пространство музея будет вмещать исследовательский центр с лабораториями и классами, а также место для посетителей. Музей призван показать передовые технологии, которые будут менять наш эмир. Речь идет о виртуальной и дополненной реальности, анализе больших данных, искусственном интеллекте и взаимодействии человека и машины. Для одних овсяная каша – это любимый вариант завтрака. Овсянка, сэр. Для других – самый нелюбимый в мире продукт. Однако, если опустить ее вкусовые качества, не принимать их во внимание, то о пользе овсянки тоже, оказывается, ведется немало споров. В общем, разбираемся в свойствах самой популярной утренней каши и в тонкостях ее приготовления. О полезных свойствах овсянки расскажет любой диетолог. Крупа отличается высоким содержанием медленных углеводов и клетчатки, что делает ее идеальным вариантом для завтрака. Энергия и чувство сытости не иссякнут как минимум полдня, избавив вас от необходимости перекусывать. Всего лишь 8 столовых ложек овсянки обеспечат ваш организм 15% от суточной нормы потребления белка. Кроме того, вместе с белком вы получите витамин Е, антиоксиданты, глутамин, которые помогут вашим мышцам расти быстрее. Цинк в составе помогает очистить кожу от токсинов, а также раскрывает поры и омолаживает кожу. Железо обновляет и увлажняет, а марганец устраняет отеки и воспаления, ускоряет заживление ран, ожогов и микротравм. Магний нормализует кровообращение и обеспечивает постоянное обновление клеток кожи. Овес богат антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями кожи, а также высоким артериальным давлением. Кстати, антиоксидантный эффект усиливается в присутствии витамина С, поэтому вместе с овсянкой на завтрак будет полезно выпить апельсиновый сок. Помимо всего прочего, овес способствует выработке сертанина – гормона счастья, поэтому тарелка овсянки пасмурным утром обеспечит не только питание для вашего организма, но и хорошее настроение. Как и любое зерно, больше всего полезных веществ овсянка сохраняет при минимальной обработке. На первом по полезности месте – дробленный овес. Это менее популярная, но куда более здоровая разновидность овсяной крупы. Для обработки цельных злаков используют тонко заточенные стальные лезвия, которые позволяют измельчить зерна, не повреждая самых полезных его частей – отруби и проростков. По вкусу она не сильно отличается от привычных нам овсяных хлопьев, разве что на приготовление требуется вдвое больше времени. Обычные овсяные хлопья – тоже не самый плохой вариант. Их легче найти в магазинах и проще приготовить. Главное – забудьте об овсянке быстрого приготовления. Чтобы каша стала готова к употреблению после двух минут заваривания в кипятке, овес подвергается многоступенчатой обработке, теряя в процессе почти все свои полезные свойства. Кроме того, в быстрой овсянке всегда много добавленного сахара, красителя и консервантов. После такого завтрака вы захотите есть уже буквально через час, что значительно повысит риск переедания и набора веса. Овсяные хлопья имеют нейтральный вкус. Овсянку лучше есть с полезными для организма жирами. Например, в кашу можно добавить льняное масло или орехи. В противном случае организму будет трудно усвоить витамин Е, который содержится в овсяной крупе. К каше можно добавить ягоды, кусочки фруктов, бананы, яблоки, персики, цукаты, какао или тертый шоколад, а также ореховую пасту и специи, например, корицу или гвоздику. Латвийский стартап Zeltini представил свою новую разработку Z3TON. Но к какому сегменту транспортных средств эта разработка относится, до сих пор понять таки никто и не может. Это и велосипед, и лодка, и даже дом на колесах. Этакие три в одном. Уникальная модель позволяет двоим путешественникам исследовать мир на суше и воде, не лишая при этом комфортных условий для жизни. В режиме велосипеда можно крутить педали или задействовать два электрических двигателя мощностью 250 ватт. Трансформация в лодку не занимает много времени. Все, что нужно сделать, это поднять колеса, надуть пару вспомогательных элементов и опустить лодочный мотор. То есть каких-то минут 30 и у вас лодка. Zeltini говорит, что вся процедура длится менее пяти минут, но мы же все знаем, как у странных прибалтийских длятся пять минут. Да-да-да. Беспокоиться о том, что кончится электроэнергия, не нужно. На крайний случай есть весла. Что до режима кемпера, то работает он и на суше, и на воде. Разработчик говорит, что жилой модуль достаточно просторный, и в нем смогут переночевать двое взрослых. Наверху закреплена солнечная панель, которая накапливает электроэнергию для некоторого оборудования. Но самой странной особенностью является горшок на крыше, чтобы путешественники смогли взять с собой любимое растение. А, для этого. Да, все это напоминает один анекдот. Какой? Когда проходит презентация самого большого самолета в мире, стюардесса ведет гостей, говорит, дамы и господа, на первом этаже у нас библиотека, на втором этаже у нас бассейн, на третьем этаже у нас теннисный корт, на четвертом этаже гольф-клуб, на пятом этаже у нас отель, на шестом этаже у нас бары, на седьмом месте просто тихое место, где можно посидеть и отдохнуть. А теперь, дорогие друзья, со всей этой фигней наш пилот попробует взлететь. Как-то так. Есть слова, которые будят воображение и заставляют даже, знаете, как-то вот чувствовать вкус на кончике языка. Денежки, 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 например? Изумительный... Нет. В том случае, это вроде бы так работает. Я денежки языком не пробую. Не облизываю, разве что, да. Изумительный яблочный рулет. То, что призвано радовать каждого из нас. Нежное творожное тесто, ароматная начинка и совсем несложное приготовление. Вот что важно. Да, собирать этот рулет действительно сплошное удовольствие, а в итоге получается незатейливый рулет, но восхитительного вкуса. Необходимые ингредиенты для яблочного рулета. Мука, творог, сливочное масло, лимонный сок, соль, яйцо, яблоки, сахар и молотая корица. Готовим тесто. В миску кладем 100 граммов творога и столько же мягкого, но не растопленного сливочного масла. Добавляем щепотку соли. Все перемешиваем до однородности. Творог можно брать с любой жирности. Насыпаем 140 граммов муки, но не всю сразу, а постепенно. Вымешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно хорошо держать форму. Получившуюся лепешку собираем в комок, накрываем крышкой или пищевой пленкой. Отправляем в холодильник настаиваться на 30 минут. В это время готовим начинку. 400 граммов яблок разрезаем на четвертинки и чистим от сердцевины и кожуры. Трем их на крупной терке. Поливаем фрукты двумя столовыми ложками лимонного сока. Перемешиваем. Лимонный сок придает яблокам легкую кислинку и не даст им сильно потемнеть. Насыпаем 130 граммов сахара и одну чайную ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Начинка готова. По желанию в нее можно добавить изюм. Тесто отлежалось полчаса в холодильнике. Разрезаем его на две одинаковые части. Каждую из них раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 3-4 миллиметра. На раскатанное тесто выкладываем половину начинки. Равномерно ее распределяем по поверхности, не доходя до дальнего от себя края на 3 сантиметра. Тесто с начинкой сворачиваем в рулет. Лучше всего это делать с помощью силиконового коврика или пергаментной бумаги. Точно так же формируем и второй рулет. Рулеты перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разбиваем одно яйцо и взбиваем его вилкой. Смазываем им рулеты сверху. Отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 30 минут. Готовому блюду даем остыть, а затем нарезаем порционными кусочками. Сверху посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол. Наш десерт получился сочным и вкусным. Он идеально сочетается с чаем, кофе, соком или домашним компотом. Вот от кого, от кого, от японцев я этого ожидала, а вот времени такого не ожидала. Я потом уже подумал. Со всеми подробностями дальше. Значит, японские инженеры создали робота-ребенка, лицо которого может имитировать шесть основных эмоций. Назвали они его Никола. Вот так-то. Внешне он похож на безволосого мальчика. Управляет всем этим шесть аккумуляторов, позволяет добиться особой плавности движения огромное количество электромоторов, которые приводят в действие те или иные части тела этого робота. Ну и, конечно, смотреть на это все крайне любопытно. Да уж. Слушавшая вещь. Исследователи интересовало, правильно ли считывают эмоции Никола люди. И выяснилось, что добровольцы стабильно распознают шесть типичных эмоций. Радость, печаль, страх, гнев, удивление и отвращение. При этом синтетическая кожа этого робота не очень эластична, поэтому наблюдатели не всегда правильно различали эти эмоции. Но, тем не менее, вот посмотреть на эту разработку крайне любопытно. Ну такой нормальный Никола получился. Данный материал содержит элементы рекламы. Архитектура бровей. Это когда не домиком? Не совсем. Я расскажу, что это комплекс процедур по созданию идеальной формы. По подбору правильного оттенка и макияжа к этим бровям. Комплекс процедур для того, чтобы брови были симпатичными. Конечно. Это нормально вообще? Тем не менее, в следующем сюжете мы вам покажем последовательность выполнения процесса с использованием индивидуально подобранной техники. Первый этап архитектуры бровей – подготовка. Снимаем макияж, обезжириваем мицеллярной водой. Далее подбираем форму. Важно понять особенности лица, строение глаз и их посадку. Конечно, немаловажную роль играют личные предпочтения. Убираем волосы от лица, чтобы линия лба была открытой для работы. Для правильного определения формы лучше предварительно нарисовать эскиз брови тенями и слегка их растушевать. Визажисты и косметологи говорят, что подбирать форму стоит, исходя из типа лица. Пруглое лицо. Форма с изломом или восходящие. Квадратное – любой тип бровей с высоким подъемом. Нежелателен черный цвет бровей, независимо от цвета волос. Треугольное лицо. Идеальные дугообразные брови. Прямоугольные – прямые. А вот изгибы здесь стоит исключить. Овальное лицо универсально. Для него нет ограничений. Третий этап – коррекция. Для коррекции используют специальный воск. Его наносят деревянной палочкой. Далее на воск накладывается бумага, которая отрывается против роста волос. Обращаем внимание, что таким способом не делается моделирование бровей, а выполняется лишь коррекция. Моделирование требует пинцета и ножниц. Повторяем те же действия со второй бровью. После удаления волос очищаем кожу специальным кремом – воск-офф. Он убирает покраснение и успокаивает кожу. Затем обезжириваем обработанный участок мицеллярной водой. Этап номер четыре – моделирование. Расчесываем бровь и удаляем пинцетом лишние волоски, что остались после коррекции воском. Чтобы не ошибиться с формой, нужно отталкиваться от естественных линий. Перед тем, как начать стрижку, брови нужно расчесать от основания до кончика. Так определяем направление волосков. Брови должны быть на одном уровне и на одном расстоянии друг от друга. Стричь их нужно лишь в том случае, если они торчат. Пятый этап – окрашивание. Оттенок бровей – такая же важная составляющая, как и форма. Всем известно классическое правило. Блондинкам нужны волоски на пару тонов темнее, а брюнеткам и рыжим – на пару тонов светлее. Есть три главных оттенка профессиональной краски для бровей – светло-коричневый, темно-коричневый и графит. Графит практически не используется, а коричневые оттенки подбираются в зависимости от цветотипа. Краска аккуратно накладывается по контуру брови жирным слоем. Время выдержки – 10-15 минут. По истечении времени смываем краску специальными влажными салфетками. И шестой этап – макияж. Подчеркиваем результат с помощью косметики. Выделяем грани консилером и плоской кистью. Консилер должен быть не жидким, а слегка прессованным. Делаем растушевку. При необходимости подчеркните брови тенями соответствующего оттенка. Собачья конура, на которую упал метеорит, выставлена на аукционе за стартовую цену в 200 тысяч долларов. Это стартовая цена за собачью конуру. Ты знаешь, почти что у нас, если открыть доску оберегий… У меня квартира дешевле! Чем собачья конура. А выглядит так же. Ты имеешь что-то по размеру? Ладно. Метеорит упал на будку в апреле 2019 года в Коста-Рике. Немецкая овчарка Рокки, которая проживала в этой будке, не пострадала, хоть и была шокирована случившимся. Я думала. У меня другой вопрос. Что с этой будкой делать? Ну, ты знаешь, это арт-объект, тронутый метеоритом, космической силой. Да. Сейчас аукционный дом Кристис проводит аукцион Deep Impact. Martian, Lunar and Other Rare Meteorites, на которой выставлена эта будка и другие лоты, связанные как раз-таки с метеоритами. У меня есть предложение для аукционного дома получше. Провести аукцион Deep Impact, Martian, Lunar and Other Rare Meteorism. Я боюсь, что это будет не самый благоухающий аттракцион. Зато люди будут готовы платить деньги, чтобы это все закончилось. Это правда. Так вот, это очень занимательный аукцион, возможность для коллекционеров. Говорят, метеориты – это ведь невероятно редкие объекты. Общий вес всех известных метеоритов меньше золота, добываемого на планете за год. С тех пор, как на выставке в Париже был представлен автомобиль, в который попал метеорит, я хотела выставить на аукцион другие объекты, в которые попали внеземные объекты. Рассказал глава отдела науки и естественной истории Кристис Джеймс Хислоп. А теперь послушайте самую смешную часть этой истории. Напомню, будка продается, стартовая цена будки – 200 тысяч долларов. Метеорит, упавший на дом Рокки, тоже будет выставлен на аукцион. Сам метеорит, да? Да, сам метеорит. Его продадут по цене от 40 до 60 тысяч долларов. То есть меньше самой будочки. А вот это неожиданность. Да. И если бы это была подводка к гороскопу, я бы сказал, какие неожиданности ожидают нас с вами. Но нет, просто продолжаем. Пилатес, как и йога, окутан множеством мифов и предрассудков. Кажется, что этот вид физических нагрузок ассоциируется только со скукой и медленными движениями. Но это далеко не так. Мы, кстати, какое-то время назад к нам приходила девочка, специалист по пилатесу, и мы даже пробовали это на себе. Ну, как какое-то время назад, лет пять назад. Это было не так-то и легко, наверное. Я скажу, я чуть не помер прямо на месте. Ага. Да. С помощью пилатеса, как заверяют специалисты, можно и похудеть, и подтянуть мышцы. Рассказываем все, что необходимо знать о пилатесе и показываем самые эффективные упражнения. Сделать свое тело стройным и подкачать все группы мышц можно без усиленных тренировок в зале. В этом поможет пилатес, гимнастика, в основе которой плавные и контролируемые движения. Удивительно, но он существует уже более ста лет. Методику разработал спортивный врач Йозеф Пилатес. С ранних лет он страдал ревматической лихорадкой и астмой, но смог победить одолевающие его недуги с помощью разработанного им же самим комплекса физических упражнений. Сегодня все больше врачей по всему миру используют его метод, но еще больше людей выбирает пилатес для поддержания здоровья и спортивной формы. Эффекты от занятий пилатесом можно перечислять до бесконечности. Это оздоровление суставов, укрепление всех групп мышц, снятие напряжений и болей в теле, а также избавление от стресса, нормализация сна, прилив энергии, скульптурирование тела, коррекция веса, улучшение осанки и многое другое. Упражнения выполняются в закономерной последовательности. От простого постепенно происходит движение к более сложному. Пилатес – единственная из возможных практик, которая комплексно и последовательно работает с глубокими слоями мышц, укрепляя мышечный корсет всего тела. В сочетании с определенным дыханием, которое насыщает мышцы кислородом в процессе занятия, происходит балансировка всего организма. Занимаясь Пилатесом, вы влияете и на нервную систему. Успокаиваются мысли, тело становится не источником беспокойств, а надежной опорой. В Пилатесе важна концентрация. Вы наблюдаете за теми участками тела, с которыми работаете в данный момент, благодаря чему растет эффект всех действий. Йозеф Пилатес назвал свой метод упражнения для человеческого мышления. Это действительно так. Теперь уже китайские ученые измерили изменения в мозговой активности женщин после 10 недель занятий Пилатесом и обнаружили увеличение альфа-пиковой мощности мозга, связанную с производительностью памяти и других когнитивных функций. Даже если вы намерены заниматься Пилатесом дома, первые 2-3 ознакомительных занятия рекомендуется пройти под руководством тренера, чтобы он объяснил основные принципы выполнения упражнений и составил оптимальный для вас комплекс. Во время занятий важно правильно дышать грудью, стараясь шире раскрыть грудную клетку на вдохе и максимально сократить мышцы на выдохе. И постоянно помнить о мышцах пресса, они все время должны находиться в состоянии напряжения. Йозеф Пилатес призывал своих последователей тренироваться 5-7 раз в неделю. Для тех, кто давно занимается этим видом спорта, такой график подойдет. Но новичкам достаточно трех тренировок в неделю. Организм должен постепенно привыкнуть к регулярным нагрузкам, не воспринимая их как стресс. Бретни Спирс планирует выпустить мемуары. О, давно пора, кстати. Мне кажется, этой подруге есть что рассказать. Только хотела сказать. Да. В книге Спирс поделится подробностями восхождения к славе, музыкальной карьеры и отношений со своей семьей. Кстати, я думаю, что многим реально интересно, они купят эту книгу. По данным издания Page Six, за право выпустить книгу поп-звезды боролись многие издательские дома, но Саймон Энс Шастер предложил ей гонорар в 15 миллионов долларов. Подожди, то есть она книгу не написала, но уже получает за это 15 миллионов? Да, именно так. А так можно было? Можно, если ты Бретни Спирс. Я готов согласиться на куда меньшую сумму, но давайте что-то делать. Ни сама Бретни Спирс, ни представители издательства пока никак не прокомментировали эту новость, однако в октябре 2021 года Спирс заявила, что она пишет роман о девушке-призраке, основанной на собственной жизни. Пока непонятно, связан ли этот роман с предполагаемой книгой мемуаров, или это два разных произведения, биографическое и художественное. Посмотрим, в общем, но пока ничего не ясно. Да, ну а сейчас как раз вот тот момент, когда надо бы как-то подвести к гороскопу. Поэтому выйдет ли роман Бретни Спирс или не выйдет, каким он будет на самом деле, это дела далеких дней. Поэтому давайте поговорим о дне сегодняшнем. Давайте. В том или ином смысле, что нас ожидает. Гороскоп. Овен. Старайтесь не упускать новые возможности. Важно верить в свои силы, браться за новые дела и верить в успех. Чем меньше вы сомневаетесь в себе, тем быстрее достигнете нужных результатов. День дает шанс укрепить свои профессиональные позиции, взяться за работу над многообещающими проектами. Телец. День подходит для того, чтобы начинать работу над какими-то масштабными и сложными проектами. Воплощать в жизнь то, что было задумано раньше. Реализовывать смелые планы. Вам часто приходит в голову то, до чего не додумались другие. Изобретательность позволяет добиться успеха во многих начинаниях. Близнецы. Благоприятный день. Разобраться в собственных чувствах не всегда легко. Зато вы быстро догадываетесь о том, что переживают окружающие. От вас трудно что-то держать в секрете. Достаточно намека, чтобы вам открылась истина, которую кто-то пытается скрыть. Рак. Неоднозначный день. Меняются отношения с окружающими. Вас начнут уважать те, кто прежде недооценивал. Многих заинтересуют ваши идеи и планы. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории, которая подарит массу позитивных эмоций. Лев. Очень высоким будет творческий потенциал в первой половине дня. Это повлияет на ваши отношения к жизни, заставит пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Вероятно, необычные знакомства, встречи, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Дева. Вас ждет плодотворный день. Работа, даже самая сложная, требующая высокой концентрации внимания, не пугает вас, не окажется невыполнимой. Вы беретесь за дела без долгих сомнений, но с неподдельным энтузиазмом. И можете быстро добиться успеха. Весы. Удачный день для тех, кто не привык сидеть сложа руки. Сегодня появится шанс научиться чему-то новому. Ваша общительность помогает обзавестись новыми союзниками, сотрудничество с которыми откроет перед вами отличные перспективы. Скорпион. День будет довольно напряженным. Появляется много важных дел, но они увлекают по-настоящему. Не исключено, что вы найдете новые источники доходов, придумайте, как превратить хобби в бизнес. Многим скорпионам пригодятся таланты, которым прежде не удавалось найти применение. Стрелец. В первой половине дня важной будет разборчивость в деловых и личных отношениях. Не всем, кто старается завоевать вашу симпатию, стоит доверять. Если речь идет о каких-то важных делах, полагаться стоит только на проверенных союзников. Козерог. День полон интересных встреч. Не исключены знакомства, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Дадут шанс подняться по служебной лестнице или заняться именно тем, что давно казалось вам интересным. Напоминают о себе давние знакомые. Появляются новые друзья. Водолей. Не самый интересный день. Придется заниматься довольно скучными делами, причем именно такими, которые требуют сосредоточенности, внимания к деталям, бесконального изучения и проверки фактов. Некоторые представители знака будут так заняты бюрократическими процедурами, что все остальное отойдет на второй план. Рыбы. Постарайтесь не разочаровывать людей, которые для вас важны. Это порой сложно, потому что ждут от вас многого, а понимание проявляют не всегда. Но в ваших силах избежать конфликтов, не испортить отношения, которыми вы дорожите. Данный материал содержит элементы рекламы. А теперь время поговорить о еде. О еде в нашей программе лучше всего рассказывает Дмитрий Спиваков, когда он рассказывает о том, что он приготовил на какой-нибудь праздник. А есть еще и другой Дмитрий, который тоже прекрасно рассказывает, но не только рассказывает, а еще и показывает, дает вам самые ценные указания, что и как надо сделать. И пока Дмитрий делает самолетик. А зачем ты это делаешь? Ты не хочешь спросить, зачем я это делаю? Хочу. Я расскажу. Так же быстро, как этот самолетик полетит в вашу сторону, в вашу сторону полетит удовольствие от просматривания этого кулинарного шеневра. Всем доброе утро. Я Дмитрий Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов Максимум делимся новыми интересными кулинарными рецептами или идеями к вашему завтраку, да и не только. Сегодня на повестке дня куриные домашние митболлы. Вообще, когда речь касается мяса, хочется приготовить что-то очень быстрое, просто. Ну, то есть быстро, просто и легко. Сегодня покажу, как сделать классные митболлы из четырех ингредиентов всего лишь. Давайте начнем готовить. Вообще, чем отличаются митболлы от тефтелек, так таковы, которые мы знаем? Вообще говорят о том, что митболлы это то, что это те же самые шарики, только запеченные в духовом шкафу. А тефтельки это то же самое, что и те же самые мясные шарики, только сваренные в воде. Мне кажется, отличие только в этом. Хотя, признаться честно, каждый готовит митболлы по-разному. Я знаю, что, например, в Дании готовят их особым таким, в Швеции готовят вообще по-другому в томатном соусе и так далее. Но, тем не менее, сегодня покажу, как готовлю их я. Точнее, научу. Итак, что нам нужно сделать? В первую очередь, вы берете домашний фарш. Кстати, я должен сказать о том, что если вы не доверяете производителям, например, фарша, который у нас есть там в стране, допустим, то фарш можно сделать самостоятельно. У нас, кстати, в максимуме есть очень много классных мясорубок, для того, чтобы готовить домашний фарш в том числе. Поэтому заходите, не стесняйтесь. У меня есть домашний фарш, это 50 на 50 говядина и свинина. Вы можете добавить говядину, свинину-курицу, допустим. Или, например, только из курицы, если вы хотите сделать супердиетические какие-то. Но вот у меня вот так, 50 на 50. Итак, фарш. Есть. Мне сюда нужно добавить одно куриное яйцо. Яйцо. Есть. Мне нужно сюда добавить соль. Чуть-чуть, немного. Не считаем это за ингредиент, просто так, чуть-чуть. Чуть-чуть подсолю. Ну, соль и соль. Добавлю сюда буквально одну столовую ложку муки. Вы, кстати, можете взять разную, какую хотите. Одним из классных ингредиентов в этой во всей истории становится сыр пармезан. Он дает вкус, он дает аромат и он дает скрепление фарша. Поэтому он играет реально несколько функций, это очень важно. Поэтому обязательно возьмите мелкий тертый пармезан и добавьте его тоже сюда. И будет вкусно, конечно же. Что еще? Ключевым моментом в этих митболах, которые мы сегодня с вами готовим, является зеленый базилик. Я вообще не знаю, используете ли вы зеленый базилик для того, чтобы готовить вот такие вот митболы или нет. Но поверьте, если вы этого еще не делаете, обязательно начните. Потому что зеленый базилик очень, именно зеленый, не фиолетовый. Зеленый базилик очень круто дружит, во-первых, с мясом. А во-вторых, очень классно подходит именно для запеченной истории. Поэтому я возьму небольшое количество зеленого базилика, нарежу его и добавлю его тоже в наши замечательные митболы. Вот так вот. Итого у нас получается с вами 4 ингредиента. Это пармезан, яйцо, базилик и сам фарш, собственно говоря. Мука, соль, ну такие, знаете, всегда есть в доме, скажем так. Есть. Добавляем сюда базилик. Отлично. Я перемешиваю все это руками. Могу взять ложкой, но руками удобнее. И формирую вот такие вот шарики. Так как мы с вами будем их запекать, здесь весь вопрос уже... Все, видите, очень просто все это происходит. Здесь весь вопрос уже в том, какого размера вам шарики нужны. То есть вы можете сделать, например, их крупными, такими, знаете, прям массивными шариками. Ну, такими прям увесистыми. А можете их сделать супер маленькими порционными. Как и с чем едят такие шарики, я должен обязательно сказать, митболы. Во-первых, конечно, они очень круто со всевозможными историями про пасту. То есть, например, если у вас есть шарики, то вы можете сварить пасту, добавить шарики туда. Во-вторых, вы можете сделать много классных салатов на базе шариков. Вот сейчас актуально, кстати. Шарики, шарики, митболы. Давайте уже на этот митбол. Ну, просто митболы. Запеченные тефтельки, короче. Все, у меня фарш готов, посмотрите. А, супер ароматный. Кстати, если хотите, можете добавить чуть-чуть черного перца, но мне и так уже нравится. Итак, у меня бабушка учила чуть-чуть, не знаю, насколько это важно, но у меня бабушка учила чуть-чуть вот так вот отбивать фарш. Чуть-чуть. Итак, так вот, я остановлюсь на том, какого размера вам нужно сделать митболы. Вы можете сделать их крупными, вы можете сделать их мелкими. Помните только о том, что это зависит от степени пропечения, ну, то есть, как бы, насколько быстро они пропекутся. Если вы сделаете их такими большими, то значит, им нужно чуть-чуть побольше будет. Если вы сделаете их не очень большими, то значит, поменьше. Я выбираю такой средний размер. У меня, ну, чуть-чуть я сделаю так. И все. Кстати, я хотел вам сказать еще о том, накинуть вам идею. Идею, как я так сказал, интересно. Если, допустим, у вас нет базилика, то, открывая вам тайну, используйте черемшу. Сейчас она уже у нас пойдет в самый разгар, начинается сезон черемши. Поэтому, ну, вместо того, чтобы вот просто, как мы привыкли, есть черемшу с салатом, с яйцом и с картошкой, с майонезом, возьмите и добавьте сюда черемшу. Поверьте, это будет супер круто и супер вкусно. Ну, а тем временем, пока я продолжаю мотать митбольчики, я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы не забывали ни в коем случае следить за нами в наших официальных социальных сетях максимум.мд на платформе фейсбука, ютуба, тиктока, инстаграма. Много чего интересного и классного там происходит, в том числе и рецепты, распаковки и так далее. Поэтому следите обязательно, ну, как бы, как говорится, в современном мире мы с вами живем. Есть, о, смотрите, у меня прям 7 штучек получится. Видите, вот у меня было буквально 250, наверное, грамм фарша, и у меня получилось 7 таких аппетитных тевтелинок. А еще, кстати, мне кажется, что еще одна классная идея, которую хочу вам накинуть, о том, что такие тевтельки очень классно заморозить. То есть наделали их, кинули их в заморозку и все, собственно говоря, и потом по необходимости достаете и все. Все, я мою руки. Сегодня моим прекрасным помощником на кухне и тем, кто поддерживает меня в готовке, является духовой шкаф от бренда LG, за что им огромное спасибо, в который раз я говорю. И мы с вами разогреваем духовой шкаф до... По поводу шкафа я очень долго и много уже рассказывал. У него есть много разных функций, в том числе и функция стерилизации, конвекции, двойной конвекции, супергриля, быстрого гриля, система самоочистки, система возможностей приготовления, там, не знаю, водяных каких-то историй и прочее, и прочее. Ну, короче, низкое энергопотребление, что сейчас тоже важно. Я разогрел шкаф до 190 градусов, поставлю буквально на 10 минут, буду следить по цвету. Обязательно чуть-чуть слегка прилейте их вот так вот оливковым маслом. Чуть-чуть не надо много, чтобы они, знаете, такие были... У них будет красивый цвет просто. Вот, все, есть. 10 минут запекаем. Просто легко и быстро, согласитесь, накрутить таких классных всего лишь из 4 ингредиентов мидболов. Очень классная идея, как мне кажется, для вашего и обеда, и ужина, и завтрака. Ну что, дождемся и посмотрим на результат. Судя по аромату, наши мидболы готовы, давайте проверять. Я говорю большое спасибо LG за прекрасно выполненную работу. Подожду, пока они остынут. О, какая красота, какой аромат. Ну что ж, на этой радостной ноте мы с вами будем завершать сегодняшний выпуск. Я обязательно рекомендую вам попробовать эти шикарнейшие мидболы на базе 4 ингредиентов. Ну а меня зовут Дмитрий Бойко. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всем желаю отличного дня в продолжении. Счастливо. Пока. В Норвегии определились с представителем на Евровидении 2022. Но группа Сабвулфер отправится в Туринс в мае с вирусной песней «Give that wolf a banana». Дайте этому волку банан. Мне кажется, в Норвегии не изучают биологию. Ну, волки бананы не едят. Но это была вирусная песня, и там смысл был не важен. Личность участников дуэта Сабвулфер все еще неизвестна, но они оба называют себя Китом и Джимом. Оба утверждают, что прибыли не с какого-то малоизвестного горного района Норвегии, а с Луны. О боже мой. Была у нас одна такая, правда, с Марса прилетела. Жанна Агузарова. Однако пришли они, участники этого Сабвулфер-дуэта с миром. В отличие от Жанны Агузаровой. Все зашло настолько далеко, что дуэт норвежский даже выступил в защиту бабушек от вполне реальной угрозы. Волков. Так вот, придумали они новую идею умилостивить хищников фруктовыми закусками. Собственно, так эта песня и появилась на свет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаменитый югославский и сербский кинорежиссер, актер и музыкант, лауреат крупнейших кинофестивалей Европы. За свои работы получил две золотые пальмовые ветви Каннского кинофестиваля, премию Сезар, серебряный медведь Берлинского кинофестиваля и другие награды. Эмир Кустурица, все его знают. Сегодня мы поведем о нем свой рассказ. Ты знаешь, как говорят в Болгарии, если не можешь добиться своего с помощью денег, заплати побольше. И все в ажуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фантазер, сказочник, волшебник. В его фильмах люди преодолевают законы гравитации, животные понимают человеческую речь, а любовь всегда побеждает. И, конечно, звучит невероятная музыка. Жизнь как чудо. Не только название фильма, но и девиз всей жизни Эмира Кустурицы. Великого сербского режиссера, патриота несуществующей страны Югославии и настоящего гуманиста. Видел фильм «Мама, хвань»? Тогда ты ничего не видел. Чего я не видел? Ничего. Кинокритики мира задаются вопросами, за что фильмы Кустурицы обожают как высоколобые академики, так и простой народ. Может, дело в том, что его герои именно что простые люди. Это такие чеховские персонажи. И именно с ними в моменты наивысшего отчаяния происходят чудеса. А ведь точно такое же чудо произошло однажды и в жизни самого Эмира. В школе мы зубрили манифесты Компартии. Дома отец выпивал и скандалил, а на улице была настоящая жизнь. Я мечтал рассказывать истории всяких уличных персонажей. Но как? Это можно только показать в кино. Неудивительно, что кино с детства было мечтой Эмира. Кто знает, может, придумывая истории, он спасался от нищеты и ужаса. А может, просто умел даже в самых неприглядных вещах рассмотреть красоту. И этим даром он сумел смягчить суровые сердца приемной комиссии Пражской киношколы. Мечта сбылась, я стал студентом. Правда, однокурсники надо мной смеялись. Я был такая неотесанная деревенщина. Спал на кинопоказах, снимал протестное кино. Подружился я только с одним парнем, Милошем Форманом. Эмир возвращается в Сараево с дипломом. И, наконец-то, занят любимым делом. Снимает фильмы папа в командировке и время цыган, играет в рок-группе «Курение запрещено» и читает студентам лекции. Но времена тогда были суровые. За то, что на сцене Эмир произнес политическую шутку, его выгнали из университета, а группу запретили. Молодой, перспективный, он оказался без работы и без возможности снимать фильмы. Как жить? Самому становиться уличным попрошайкой? Но случаются же чудеса. Тот самый друг Эмира по киношколе Милош Форман, прославившийся в Голливуде, приглашает его преподавать в Хантер-колледж. Иммиграция для бедного жителя Югославии. Чем не счастливый билетик? И вот Эмир едет в Нью-Йорк. Удача? Не все так просто. Эмир живет в Нью-Йорке. Снимает там фильм «Аризонская мечта» с Джонни Деппом. Но сценарий удачной эмиграции оказался не его судьбой. Красивый и трогательный фильм провалился в прокате. Американцы попросту его не поняли. А потом случилась трагедия. Война 1992 года в Югославии. Дом, где жили родители, сожгли. Отец умер, не выдержал сердце. Это было как кошмарный сон. И я принял решение уехать из Нью-Йорка, чтобы быть рядом с мамой. Я ехал домой, а когда приехал, понял, дома больше нет. Эмир и его мама находят убежище в Черногории. Эмир в полной депрессии. Он больше не хочет снимать фильмы. Да что фильмы? Он вообще не хочет жить. Но ведь в его собственных фильмах с героями именно в такие моменты случаются чудеса. Спокойной ночи. В те дни один французский миллионер заказал пару фильмов в видеосалоне. Надо же было такому случиться, что работник видеопроката перепутал коробочки. И к миллионеру вместо Голливуда попал трехчасовой фильм кустурицы «Время цыган». Миллионер все три часа рыдал без остановки. А потом лично приехал к Эмиру и сказал, я дам тебе любые деньги, только продолжай снимать. Бывает и так. Настоящее искусство может растопить любое сердце. Вначале отказывался, а потом понял, я хочу снять кино о трагедии, случившейся с моей родиной. И принял предложение. Фильм «Андеграунд», который Эмир снял на деньги мецената, получил пальмовую ветвь в Каннах и прославил его на весь мир. Как-то у него вышло рассказать о своей личной беде через большую трагедию своей страны. Да так, что в этой фантасмагоричной истории и каждый смог найти что-то свое. АПЛОДИСМЕНТЫ А свою мечту о доме Эмир все-таки воплотил. Построил собственную творческую деревню в горах Сербии, где и живет со своей большой семьей. Ну что, пришло время пожелать вам легкого и продуктивного понедельника. Дим, слышишь? Что? Это весна. Где? На пороге. В смысле? Сегодня, последний день зимы. Мы прощаемся не только с вами, но и прощаемся с зимой. Ура! Ура! Наконец-то она уходит. Пошла прочь уже. Мой победный танец можете посмотреть на моей страничке в Инстаграме. Все. До завтра танцевать еду. Эх, понеслась. С вами эту неделю начинали Тейсер Зимовская. И Дмитрий Спиваков. И эту зиму заканчивали. Да. Все. Завтра весной. Увидимся. Увидимся. Пока-пока. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова